Приветствую, дамы и господа, добро пожаловать на канал Archpanzer, где у нас сегодня второй взгляд на игру Disciples Liberation. Первый взгляд набрал достаточно большое количество просмотров, вызвал неоднозначную, прямо скажем, реакцию у зрителей. Кому-то игра очень сильно понравилась, кому-то она понравилась не очень сильно, потому что она, ну не похожа она на тот Disciples, которым мы его знаем. Я могу понять и тех, и других, у самого впечатления двояки, но игра скорее больше нравится, чем не нравится. Ну да ладно, пока демка доступна, давайте пробовать еще смотреть, что у нас здесь есть. В прошлой серии, кажется, мы здесь кого-то одолели, залутали, ну ладно. И, пожалуй, самый интересный комментарий к прошлому видео, это было то, что данная игра это Kings Bounty, который мы заслужили. И я, пожалуй, с этим согласен. Если бы Kings Bounty 2 выглядел примерно так, негатива было бы гораздо-гораздо меньше. Ну-то ладно, так, нам нужно найти короля наемников, Castle Hall, есть у нас карта-то, есть карта. Ладно. А здесь у нас что? Вейлл Стронг Холл, сюда нельзя зайти, здесь битва. Имперский отряд, ну, два рыцаря, один паладин. Наверное, без проблем мы с ними справимся, они второго уровня. Да нет, без проблем, три рукопашника вообще не проблема для нас. Так, это у нас отхилочки здесь стоят. В принципе, наверное, даже можно в них и зайти. В общем, бои нет. На несколько ходов хилл схватим. Так. Давайте, наверное, то же самое. Героиня сделаем. Рыцарь пока ждем. Здорово, на самом деле, интересное решение. Ну, не здорово, интересное решение то, что задние ряды действуют сами по себе. Вот, можно спасти одного юнита от смерти. Интересно. Так, 117 урона, но это мы его сейчас окружим здесь. Или не окружим? Нет, не окружим. Хорошо, они встали. Так, а у нас только по линии атакуете. И очень мало, к слову, атакуете. Ладно. Можно даже... Хотя нет, не буду я сюда ее подводить. Здесь подставим под рукопашников ее. Лучше так. Мы можем ударить два раза. Отсюда попробовать зайти. Интересно, это будет считаться окружением? С одной стороны, мы здесь как бы в окружении. Да, это считается окружением, урон очень большой. И это прям приятно. Надеюсь, можно даже круговой атаку и бахнуть. Здорово. Ладно, давай так. Чуть-чуть не добили. Я думаю... Ай, да. Прекрасно убил он его. Больно. Негодяй. А он два раза даже. Да, у нее универсальные очки действия. Он может и бить, и двигаться. А вот здесь уже нужен хил. Не дотягивается хил. Окей, отсюда дотягивается. До сюда дотягивается. Отлично. Ну и здесь, наверное, тоже за хилем. Урон от них просто смешной. Здесь заходим в спину и лупим. Ну и здесь, собственно говоря, тоже самое. И, наверное, я даже вот сюда отойду, чтобы рыцарь у нас подошел и тоже ударил фланговым ударом. Да, у меня вот этот атака по площади, это универсальный атака. То есть он ее всегда лупит. Без отката. Интересно. Неплохой товарищ. Но... Слишком большой отряд у нас, чтобы они могли нам что-то противопоставить. Да, урон страшный. Так. Входим. Рыцарь подходит. И бьет. Это отсюда. Я просто подумал, вот у нас это демоница. Чем атакует? Вообще, атакует ли она, стоя на заднем ряду? Она что-то вообще не действует. Может, ее тут вообще убрать, или она просто пассив какую-то дает? Давайте сейчас посмотрим. Чем она сильна, так скажем. Ой, ну, конечно, он так мощно с фланга атакует. Просто безумие какое-то. Молодец, победила. 625 золота, 625 опыта. Опыт получаем. Что ты делаешь? Добавляет физической мощи. А. Честно сказать, немножко не понял я, чего она там добавляет нам. Демоническая сила. Ладно. Будем считать, что бафает она нас. Так, она рукопашница тоже. Если кого-нибудь заменить здесь. Может быть, от одного кастера заменить. Дает защиту от проклятого урона и 10% шанс уклонения в бою атаке. Давайте, наверное, вот так попробуем. Потому что, ну, не знаю, как-то не ощущаю особого бонуса от того, что она у нас позади. Прокачивать, кстати, да, прокачивается. Интересно, на каком уровне так вот можно прокачать. Так, подождите, золото, 500 золота, здорово. Ух ты, ух ты, броня. Так, что дает? 15 хп плюс 14 конститушенна. да и броня кстати меняется это здорово я имею ввиду внешний вид только еще раз вот так то она у нас выглядит в старой броне вот так в новой а здоровье сколько до здоровья хорошо прибавляется ну это чтобы большая разница была но чуть-чуть по-другому смотримся и золотишко золотая шахта здесь можем поговорить кори сандра какая поговорим кори сандра чего работает здесь хил здесь задание какие-то здесь бой карта большая я думал нам поменьше честно сказать я думала поменьше здесь третьего уровня уже ребята наверное пока что нет так это фонтан лечения джордан лидер рыболов умри расспрашивать мы ничего здесь вы не будем давай отдыхай что у нас здесь у нас здесь дерево прекрасно здесь ухты здесь вход в руины тоже неплохо но только я как-то далеко от задания отхожу вот что не очень интересно что спрашивать что залиться на мосту да карта это большая ладно я думал что немножко поменьше может быть тогда нет смысла так сильно вперед бежать у лесопилку захватили уже хорошо а здесь у нас какой уровень у этих ребят это вообще край карты будет или нет на самом деле не очень похоже на край карты она здесь слабенькие и парочка квестов по всей видимости ну ладно давайте с этими зарубимся карта достаточно насыщенная для первых заданий а вот что я хочу сказать действительно большая это здорово то кстати магички какие-то а я усилилась негодяй а что такое не мату нет не мату наверно не надо они рукопашниц тоже или это рукопашники то это нет не рукопашники немножко на урон наносит кто органисты можно конечно вот этого товарища прижать не будет конечно здесь бонус окружения но зато порубить его нормально получится но здесь давай сюда рыцарь наверное вот так вот в лоб поставим бей щитом хорошо одна мораль но не получится никак обойти здесь давайте просто рубить будем два удара в принципе тоже неплохо хотя можно было сюда встать и двойной удар нанести точнее не двойной а по площади лаком чеси уклонился то есть она стоит здесь вот нам эту пассивку дает иначе бы нашу товарищ насколько я понимаю вообще нет никакого параметра уклонения то есть он не может уклоняться а из-за того что наша эльфийка стоит заднем ряду он смог уклониться это здорово по крайней мере мы знаем что точно работает а сюда здесь можно круговой удар бахнуть окружим он окружить конечно окружили а площади бьет проект я забыл она строчку должны убивать по-хорошему он тут со всех сторон окруженный это он сработал насколько я понимаю сами они по себе вот коварим шапку какой-то нашли и потихонечку третьем уровне движемся за шапка у нас уже вторая больше интеллекта но вместо хп шкиману дает нам и мана особо не пользуемся 5 фонтан маны это все еще не край карты обалдеть вам нужен другой компаньон чтобы все дела расчистить ну ладно вам нужно барон это идея дала нам задание спасибо обязательно выполним найти атакованный физки караван по всей видимости когда здесь появится озвучка но пока у нас ее нет а здесь жену надо носить не ты жена нет это не она крисандра какая то здесь стоит три мечника магичкой паладин даже не знаю можем конечно сохранить попробовать попробуем сохранить дэйв то есть лот и погнали просто насколько я понимаю здесь особой разницы нет против каких уровней сражаться опыта одинаково дают сколько нет нас сильнее не намного нас сильнее к слову подождите настройка давайте народ так сделаю бафта не одинаково навешивают а этот солдат чуть-чуть посильнее их четыре рукопашника один лекарь и ну лекарь и тоже атакует к слову неплохо так атакует в отличие от наших ладно у нас там еще магии есть лечение как-нибудь справимся на шеду армор на нас накинули как раз вот это да шеду армор но получается и вот это вот девица на нас тоже накидал начали бою там какая-то как она называется у тебя на демоническая сила насколько понимаю что повышает физический урон ближе концу битвы то есть чем дольше битва тем сильнее вы атакуете может быть так не знаю могу ошибаться не совсем нет пока что понятно так ладно ждем пока пока ждем там они к нам подойдут зомби не хочет ждать сразу атакует молодец но сейчас в немоту встанешь с ним будет а ну все анимата чего правильно значит я понял как работает в перк они перк точнее зона да к слову теперь можем командир нашего закинуть вот прям сюда и она круговую атаку может вжарить чем понизить из понизив мораль неприятелю возьмем и здесь не пройдем когда доверную в инвиз надо уйти баха ты просто так не прогорали на следующий ход уже влетим давай сюда и щитом жахнет из немоту пробежим ну давай чизни мату получается вот этот усиленный перк мы не можем использовать на думаю что не страшно давай сюда и кровотечение бахой ой как больно мой как больно может даже убить его получится с другой стороны может быть и не убивать его пока в том плане что если убьем дорогу откроем для паладина давайте на я подожду пока только бы его зомби сейчас не убил чуть-чуть не набил хай он умер открыл течение первым ходил ай-яй-яй паладин сейчас влетит и круговой атаксу их жарит по нам за его и деле двое ничего себе это неплохо так мы здесь хилл не дотягиваем все окей наш поближе подходим и не забываем что там у них еще маг 1 убили осталось еще четверо включая мага его это плохо ну ладно бьем а слушайте вот вот и окружение прилетела добрый день вот и окружение сейчас наш убийца просто испопелять будет досмотрите какой катастрофический урон как жаль не добьем или добьем наверное не добьем отойду я немножко хотя зомби сейчас может убить нет зомби до убил зомби прекрасно зомби взял в заднем ряду прям хорош с точки зрения дамага остальные как про бафают а этот прием наносит мое почтение и добивает прям кого надо не даже его не знаю тыкать носом не надо чтобы он сделал то что нужно самостоятельный зомби круто 55 святого урона не в ту сторону ты воюешь магичка даже не магичка жрица какая-нибудь дам жрица так ты получается от сюда бегем бах и в спину из круговая так еще один ход не откатилась я наш так кратко вам надо было бить вот эту спину ладно жди деморализовали ладно как-то я слишком переоценил этот бой достаточно легко мы справились конечно бой затяжной получился но не то чтобы сильно сложный но не то чтобы сильно сложный просто здесь если мы сейчас не уберем дорога будет закрыта давайте наверно сразу уберу одеть вот так сделаем да сразу минус 2 и всех сюда подтягиваем так это получается с вами тоже атакуешь а нет я что сказал про воскрешение здесь просто и показывает нам кто не пережил этого сражения твоих ребят девчат мы пока не теряли правда что зона контроля здесь вообще нет я даже сказал как-то это непривычно все-таки в таких боях наверное зона контроля все-таки нужно у тебя таки 63 у тебя то 63 одинаково забе и просто ходим отлично по 25 золота и опыт и столько же ну не знаю это странно мне кажется это надо дорабатывать то есть вообще не зависит от того каких противников вы побеждаете равно 120 вот 150 получил что 25 золота одинаково все-таки должна быть разница 190 золота вход мы получаем приятно ладно пошли есть точно тупик здесь тупик здесь можно заколоть другого пройти подождите со знака вопрос кто иван какой-то какая-то иван и нуждает наш задание какой-то так а ты кто жрицы галиана интересно очень интересно сейчас я конечно сюжет этот весь прощелкиваю особо не вдавая что здесь вообще происходит но очень сильно надеюсь что хороший здесь упор на сюжет будет ладно этот бой затяжной наверное не будем пока проводить давать лучше дальше здесь территорию осмотрим белгард игра сохранена что за поля просто поля отлично пустое поле так ты кто рейнальд бэнкне язычник какой-то ну да хоть язычник здесь тупик собственно говоря нет наверно прекрасно ну как мне так не очень нравится я вот не очень рипер а вы кстати этого рипера нам убить надо ну давай попробуем три солдата сам рипер и магичка пример с таким отрядом сейчас сражались ну ладно первый ход ждем негодяй хилку забрал другой стороны хорошо подкуржение встают так относительно больно здесь что подгореть можем а вот если так вот допустим пойду он догадается огонек обойти или нет вроде бы догадывается другой стороны можно сюда зайти инспир все удары можно с окружением бахнуть ну кроме первого тоже сюда подходим а почти убили лично наверное в инвиз уйдем да наверное сюда и круговую атаку бахнем деморализуем неприятеля здесь вот так наши демонессы вот с этой стороны зайдем тоже окружении слоем еще деморализуем а он уже был окей два раз наверно нельзя деморализовать это было наверно не очень честно по лицу щитом обидно наверное и больно так или подхилим ся можно верный подхилиться немножко нашу же демонессу так ты чё будешь делать а почему ничего не делает ну видимо не хочет давайте пока так почему сюда не могу стать 22 очка стоит передвижение поэт поверхностям поэтому не могу ну ладно тогда этого добиваем товарища может конечно щитом шарахнуть ошарашили вам но нет получается не добьем мы его еще в этот ход достаточно затяжные бои получаются даже небольшим количеством юнитов равно бои такие прям пенка на стенку бьет он я да интересно или нет ох да пошли у него его фаербол и неприятно а я то шоу от убийцы негодяй брешь нет не умер хилл сначала сработал 1 убийца давай пыряя рипера прикрыть течение на него классно здесь бей и сюда наверное есть худо-бедно добьем здоровье конечно восстановить немножко отлично по риперу жахнул так здесь хилл не откатился боюсь я на самом деле куда-то сюда ставить потому что фаербол сейчас сюда прилетит нельзя близко стоять друг другу нашим бойцам пускай какие-нибудь одиночные цели бьет а ну окей он забафал и отошел ладно ретри бушин прилетел да ладно она подставится под убийцу она под убийцу подставилась вот это она не очень конечно она она под защитой ну ладно тогда возможны очень защиты нам достаточно больно так хилл он можно мелкого дьявола призвать а нет нельзя почему должен быть оглушен или гореть интересно ладно тогда похилим с просто что за звук такой был ладно как будто ты что-то такое тяжелое подняла слово этого товарища тоже бы подлечить здоровье потерял с другой стороны вы просто можно будет поменять поставить задний ряд а целого поставить передний ряд там стоит здоровье устанавливает ну подходи ну сюда сейчас фаерболт прилетит вот смотрите или в генерал нашего фаерболт прилетит смотрим нет генерала все таки но генерал еще и уклонилась только ассасин урон получил и еще по голове да еще кого я получил тоже вернулся но обалдеть это бафы работают заднем ряда вроде бы процент небольшой там но действует давайте мы на дизморали удар нанесем есть потихонечку продолжаем ковырять рыцарям тут она видимо не хорошее сказал на своем языке но мы к счастью этого с вами не поняли так его просто ты не дотягиваешься но сюда подходи надо рыцарь подлечить так с империей минус 10 у нас отношения стали ладно на какой-то меч мы получили 1250 золота здорово что за меч у меня уже как у а нет подождите плюс сила плюс мощь то есть больше будем урод наносить на меньше здоровье будет до 98 и на 7 здоровье меньше а давай чуть побольше будет вернуться надо к этому товарищу то же самое за империя почему у меня минус империи дали третий уровень 500 золота новые плюс скиллпойнт и так скилл и что за скилл им дополнительный урон с фланга но тоже про урон с фланга она сопротивляемость пока что-то на магию есть какие заклинания можно их попробовать посмотреть но это все будет когда мы обратно замок вернемся от наверно сейчас не сильно нужно с другой стороны эти бонусы тоже не сильно прям мощные давайте на магию возьмем так ты нам что даешь физическая сопротивляемость плюс 5 это неплохо и что же повысился про я понимаю а кстати себе тоже меч можем поменять ловкость и мощь есть но хп-шку в ловкость а ее нельзя убрать окей с этим мечами сроднился не отказывается он их убирать с тобой нельзя больше можно он не хочет больше там разговаривать было попробуйте обмануть но непонятно чем бы все закончилось и товарища жрицу вот она собственно говоря и стоит здесь поверх никак нельзя обойти там тупик но сверху тупик окей нам нужно сюда как-то внутри попасть внутрь и нас не пускают по объективным причинам ладно так здесь мы или не все изучили уже здесь были или нет лесопилка же моя тайна пилит на лесопилка зелененькая здесь бой здесь здесь целое поселение ух ничего себе вот это отряд там сидит дракон железная шахта пятого уровня ребят сидят нормальным там наверное жалко что я как бы не ребят пятого уровня так ну здесь никуда жмякнуть нельзя я зажимаю а он открытый открытая его поднимал туда и поднимал зачем он подсвечивается открытый я не знаю есть тоже собственно говоря ребят пятого уровня имперский отряд а где можно посмотреть все взаимоотношения с фракциями а ну вот нотариус минус один юнит империи получают минус одну мораль болин это нехорошо зря значит так влетел нас считаетесь юнитами империи до мораль нейтральная до фракции империя а то этих нормально все ладно тут естественно мы пока что не сражаемся с дракон может попробовать что-нибудь дракон и чё тут отвисаешь не хочешь нас нами разговаривать и дигарит отсюда спать не мешает ну ладно пойдем и это все первая карта обращаю ваше внимание на это очень насыщенная первая карта подключили от тебя мне нужно попасть замок или повстанцев убить или лесного лесное чудовище повстанцев как-то не хочется убивать береги себя ладно журнал квестов очень вовремя ты мне про это сказал найди убей призрака нет есть на карте ладно вот она наверно отмечается давайте попробуем повстанцев то уж как-то не хочется совсем убивать они конечно повстанцы но от скуч я знаю что привело их к этой нелегкой жизни богиня саваниэль или это она стоит это не удивление было это статуи по всей видимости хотя может быть и и не нет как не получается сильно ближе приблизить так а ты кто блин я влетел и таки каждый год мы сейчас вернемся да нет надо летать мы убьем чудовища это кто вер леопард это оборотень леопард могучий рык кровотечение пускает контратака у него есть кошачий рефлекс а если он задней линии стоит ну по крайней мере иммунитет к оружию нет и на том спасибо они какого они второго тира у меня естественно таких ребят нет но у меня первотировые ребят прокаченные хочу как близко подошли то почему как близко подошли интересный вопрос а что дает блин конфьюжен это дает как-нибудь загнать бы их в огонь чтобы демоненко вызвать но не получится да могучий рык ну-ка оглушись 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 да серьезно что он вообще все ходы потратил он просто потратил все она зарычал и пошел мне уже на атаку ходов не хватило ладно давайте тогда окружать если они так подставились равно сейчас контратакует больно 82 не то чтобы конечно что прям сильно больно но неприятно так тебя дизмораль не пониженная да нет не понижнюю дизмораль тут конечно то на плюс одну мораль дает на расстоянии двух клеток но он больше да ты замотивирован тут вообще в восторге от всего происходящего интересно он всегда контратакует так отравили ну не знаю здесь ничего прям сверх опасного не вижу неприятно они конечно а после щита контратакует а всегда контратакует ну ладно окей а вот здесь я два раза такую ты два раза и тогда вообще как неприятно да неплохо еще два раза бьёт у него универсальные очки действия время больно и он наносит сразу несколько ударов это может быть не очень приятно если защита какая-то так допустим на одиночные удары есть грубо ряд питания какого-нибудь одного удара вот такие этого товарища полностью это все дело и выйдет потому что он много раз атакует так нужно хилить сейчас не хватает кого-нибудь кто из задних рядов стоял бы и хилочку на нас накидал будем как-то своими силами спасаться значит пойти не получается значит так атакуем инициативу не очень высоченная генерал много урона получила подхилить наверно сейчас ей надо будет через заклинание не то чтобы сильно ну ладно готов готов и стандартные 625 опыта и 120 опыта всем остальным они что до 625 золото 120 опыта повторюсь это странно спасибо говорит так древний меч что за древний меч я постоянно пытаюсь нажать на и чтобы открыть инвентарь плюс 13 так а сила то что нам дает физическую сопротивляемость святую сопротивляемость допустим сейчас у нас мощь 103 а будь 104 ну и маны побольше по сути ничего мы не теряем ну да ничего мы совершенно не теряем есть неужели это край карты да это край карты удивительно может быть я конечно переоцениваю размеры и и но мне нравится достаточно много активности еще он и в подвал можно спуститься сюда по мосту можно пройти мост это куда-то ведет не тупик хотя может нет вряд ли тупик но там не так много места как хотелось бы кстати рэбл здесь убежал что произошло крисандру выдали паса строительство так вы можете построить первое фракционное здание она первый блюпринт мы по ее получили так вас так 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 и крисандром ты у нас как теперь юниты она не влияет на лидерство она просто занимает вот этот слот компаньона двух компаньонов можем взять с собой так то у нее есть три три бьюшен вот этот атакующие заклинания есть хилл ну мы сражались против похожих то есть это усиленная кори сандра мы против обычных жрец сражались и пассивная белка кастует вот это святой святую влечащую волну снимает все негативные эффекты со всех так и что такое шанс крита плюс два процента это наверное вот ему лучше выдать и он почаще критует он много урон наносит прям очень много у нас этим третьего уровня уже ребята солдаты проклятые зомби третьего уровня красота конечно не то чтобы они сильно прокачиваются так кстати наш наш хранилище ресурсов заполнено может быть тогда это знак слетать нам сейчас домой и потратить эти самые ресурсы вот у нас есть пустые слоты а пустой слот а что нам дали апгрейт дружитесь с империей компаньонами тренировать компаньонов получить заклинание можно ресурсы выгрузить выгрузили простите у нас золото и дерево уже в максимум уперлись скиллы а что же нам дали то это это мне сейчас покажут ух ты ж мере какой-то что ли и дают нам пока их открыть а чтобы открыть надо быть определенного уровня и хорошие отношения там с империей с легионом проклятых а это вообще ягод не знаю как открыть и камеры здесь кстати вообще не крутится ох ты камера конечно лучше выкрутилась таки хочется осмотреть здесь поинтереснее все ну ладно просто там мне так много всего насыпали то я не понял что мне в итоге выдали по моему вот эта торговая площадка и кузнец у меня уже были журнале это ничего ведь не отражается до вернуться в кастл холл а вернуться в кастл холл ну давай вернемся в кастл холл нас сейчас туда запустят можно конечно эту карту еще по защищать здесь можно зачистить там имперский отряд победить проблема в том что имперский отряд кстати снова нейтральный с империей аж все нормально давай полгод пускай нас пускай как брат так а что ноги сделать надо дождите что делать-то летится подвал что ли а слухал нет вот он ухотик на драконов есть разиться с ним можно хватит горьми а тестировать потом не про дракона рассказывает ладно я давай смотрю что можно сделать не говорит что одолеть дракона найти дракон но кстати уже нашли ему даже попытались подойти но он с нами не захотел взаимодействовать ничего не понял возможное задание окей то есть сюда можно будет возвращаться несколько раз на эту карту это кровь старая что говорит про язык как думаю что произошло с этими людьми чертого знает chain boots а у нас броня новая кстати хотя как смотрится вот так себе смотрится нет это больше нравится ботиночки текст верите больше но инициатива он давай критический шанс будет больше немножечко и камера здесь снова не вращается не вращается камера в подземельях это прям очень плохо имперский отряд такой хвост происходит ух есть курить как много всего ничего себе ну 100 тут какая-то на самом деле странно не здесь найти святого приора и все дела не открывается говорит наладовать посмотрим что у нас по снаряжению еще кит ботинки выпали текст верить вообще плюс 5 он давайте это оденем плюс 1 инициатива 115 и скил еще один у нас появился кстати мы ничего вообще не изучили вообще ничего не изучили есть шанс вернуться больше здоровья больше сопротивляемости давайте фланговые удары усилим интересно еще знаете вот что вот стоят допустим вот эти имперские отряды за то что мы будем побеждать нам будут штрафы сюда даваться вообще как отследить и вот вижу что чуть-чуть там с нуля сдвинулась а сколько у нас сейчас конкретно за это будем грубо говоря мы урона получать нашей нашим отношением нет пути нашим отношением с империей если будем вас такими ребятами сражаться священная эссенция а кстати была она но мне написали что нужно с другим компаньоном прийти чтобы открыть ворота так это босс похоже давайте знаете как сделаем если это босс лизер бутс то мы с ним по сражаемся если это не босс будем заканчивать так над экстерите поменьше инициатива такая же не такая же чуть побольше там инициатива здесь мы были нет не были мести не были но здесь ничего нет слушай прист ты чё-то тут это откуда выглядывает он на коленях там стоит справа кто стоял играть сумасшедший это кто картинки немножко лагают мы с тобой вот новый магической гильдии у нас там появилась империя плюс 15 а что сейчас делать она да это здесь где-то надо сделать или или где так много горит замучены убита да еще бы побольше ну то что вариантов здесь много это меня очень радует то есть на самом деле здесь и насколько я помню можно было прямо на это у товарища нападать хотя может быть и нет могу ошибаться вот где-нибудь от задания отмечено но кнопочка м не работает я вот ее жмякаю она не работает кстати пропали рыцари имперские все пропали по поводу отношений с империей но это надо проверять насколько сильно уменьшается и уменьшается и отношений с империей ловушка не бомбанет меня да вроде нет может здесь вообще дичь какая-то происходило честно сказать идите за мной куда следовать в карте нигде не отмечено так журнал а так выделить надо конечно не отмечено лучше выделить у товарища но он ребят давайте на этом моменте мы с вами и закончим на самом деле я в лишний лишний раз убедился что игра должна я по крайней мере очень сильно надеюсь на это что игра будет достойная то что я сейчас вижу это прям вот мне нравится да это ну как это не дисциплис ребята это не тот дисциплис которым мы его знали со времен второй части да здесь другие механики но черт побери прошло два двадцать лет с тех пор что-то меняется что-то движется вперед и я боюсь что передать и вот этот дух и атмосферу игры двадцатилетней давности сейчас будет очень тяжело и не факт что большое количество людей этому обрадуется в старые фанаты возможно уже интерес потеряли определенным количеством а новым фанатам и все может не зайти но если в этой игре душевно передадут сюжет душевно передадут историю этого уникального мира потому что лор дисциплиса 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 по старинке я его называю прям как в детстве так вот лор дисциплиса он очень крутой здесь то есть какие-то такие стандартные фантазийные моменты но много уникальных моментов много взаимоотношений между расами да даже между богами все это здорово очень прописано и если вот этот персонаж будет хорошо вплетен в эту историю если божества так скажем и персонажи из прошлых частей будут здесь появляться это просто будет какая-то фантастика насчет графики графика мне нравится именно так должна была выглядеть kings bounty 2 вот так она должна была выглядеть вид сверху вот с такими красивыми модельками если бы она так выглядела никто бы наверное даже слова плохого не сказал в том плане что а что вот то что получилось в общем у разработчиков но это уже совсем другая история боевка я не скажу что боевка какая-то уникальная боевка но это только самое начало ребята это юниты вот первого тира чем дальше будет тем интереснее по моему бои немножко затянутые но такая проблема например была даже вот ну не даже а в третьей части дисайплса была такая проблема там бои затягивались просто ну не знаю до какого-то посинение причем бои особенно вот слабых юнитов там можно было просто несколько минут сидеть и смотреть как ваш юнит первого тира бьет юнита вражеского первого тира это все было очень долго и уныло здесь бои долгие но такого какого-то уныния все таки нет при определенных обстоятельствах когда грамотно обходите когда используете способности в принципе достаточно быстро вы с врагом как минимум своего уровня или чуть сильнее расправляетесь в общем если кто-то еще не играл обязательно просто если вы фанат пошаговых стратегий если фанат дисайплса обязательно поиграйте в эту демку сложите свое впечатление предварительное об этой игре ну наверное на этом все за себя могу сказать что игра мне действительно нравится я думаю что когда она выйдет я буду ждать русский язык насколько я понимаю она выйдет сначала без русской локализации то есть только на английском на немецком и так далее я буду ждать русского языка разработчики насколько я понимаю обещали выпустить с русской локализации полной озвучкой игру примерно через месяц после выхода основной игры и уж один месяц я как-нибудь перебьюсь и все-таки дождусь того момента когда вот эти все персонажи заговорят отечественными так скажем языками и все будет понятно доступно не нужно будет самому здесь додумывать что от меня хотят и в какую сторону вообще мне нужно пойти чтобы стать богатым знаменитым и не знаю успешным в мире десайплоса в общем всем спасибо кто посмотрел это видео если оно вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал это очень приятно и крайне полезно для развития канала еще раз всем большое спасибо и всем пока пока